так у меня процесс создания букета вот делаю я сейчас фрукты я помыла руки я помыла сухофрукты нарезала сейчас что нужно сделать нужно закрыть дырочки иначе потом я это сделать не смогу когда уже все будет собрано неудобно смогу но неудобно поэтому сейчас когда еще букет не полностью собран когда еще есть возможность добраться до этих серединок не нарушив букет это можно делать собираю я по-разному и в перчатках и без перчаток иногда в перчатках не так удобно особенно с сухофруктами потому что они некоторые из них сладкие липнуть к перчаткам и то есть там все это в общем неудобно поэтому в этом случае лучше конечно на лишний раз руки помыть ничем мучиться с букетом когда руки прилипают к перчаткам вернее не руки к перчаткам а фрукты к перчаткам и собирать становится крайне неудобно вот лимон что-то наклонился не хочет ровно не хочет встать а мне хочется чтобы он встал здесь и красиво дополняю картинку так особенно всякие сладкие вот например как его называют я забыла пункват вот он вообще очень сильно липнет к рукам поначалу я его не любила честно скажу он хоть красиво смотрится в букетиках но ну как бы непривычный вкус этот как бы мне сказали типа наподобие но это цитрусовый фрукт вот и сушеные цитрусы для меня это что-то непонятное поэтому я его не любила поначалу вот а потом как пошла любить и все и люблю и использую так также я хочу использовать здесь сушеные как это сейчас принято назвать сейчас фрипсы фрипсы то есть это сушеные фрукты вот это в данном случае у меня яблочки и есть еще груши сушеные я думаю что вообще букет этот пожилому человеку но также можно и ребенку купить и взрослому человеку женщине кому угодно мальчику кому угодно можно собирать рухтовый букет конкретно в данном случае у меня для пожилой женщины и поэтому я думаю что вот эти фрипсы сейчас самые актуальные будет компот тот же сварить например если в свежем виде то есть если допустим ребенок у меня дочка любит просто пожевать в сухом виде вот а пожилой человек опять-таки компотик может сварить если просто нет возможности уже пожевать так тут не закрепилась поэтому перекрепляю в другое место вот и вместо лепестков я добавляю сюда вот эти фрипсы или что-то вырисовывается ну вот так вот ну по-моему мало того что красота еще и вкуснота витамины опять-таки что немаловажно так это что такое все покрыто пленкой пищевой поверхность основы чтобы все было максимально ну чисто так сказать и безопасно да для здоровья так что это все таки еда ну по крайней мере я так делаю естественно что можно все эти и нужно наверное все эти сухофрукты запаривать кипятком ну как бы как говорить инструкции да по применению сухофруктов ну вот например я кушаю сухофрукты не запаривая кипятком просто кушаю так ну иногда запариваю смотря что например изюм я запариваю кипятком вот но иногда добавляю просто в творог не запаренным а если делаю какую-то запиранку то запариваю то же самое и курагу если какой-то пирог я запариваю просто мне хочется там кушать ее я ее просто кушаю так сказать на усмотрение каждого в детстве я помню всегда мне запаривали и курагу не сказать что я сильно любила сухофрукты я как раз наверно после 40 полюбила сухофрукты кушать вот а не сказать что в молодости я сильно их любила и в детстве но раньше как бы курага насколько я помню в советском детстве своем не особо так сказать но я не знаю она была во первых не такого качества грязная но может не везде но сейчас курагу мне кажется ее 50 раз промоют вот так вот покажу вот так она выглядит курага она чистейшая по крайней мере с виду а раньше же она вся какая-то черная была там может просто к отношению наверное такой сборки было может земли ее как-то собирали или просто грязную нарезали а сейчас видимо промывают все это чтобы она была красивого приглядного вида вот наверное так по крайней мере это мое мнение что сейчас больше как бы за качество волнуется производителя чтобы потому что есть конкуренции до конкуренции у нас двигатель прогресса торговли и всего остального мне вот хочется чтобы зацепилась у меня зацепился фрукт тогда все будет проще вот я еще уплотню здесь мне очень важно сейчас все это вот я так немножечко немножечко сжимаю чтобы у меня все более плотно сидела без дырочек так конечно больше уйдет продукта но дырочками некрасиво думаю что мне надо еще еще не надо яблочко добавить пустовато здесь а сухофрукты я не добавляю они как бы мелкие по сравнению например с яблоками и грушами и не такой объем создают как мне хочется вот а эти зеленые я опять их забыла называют как называют эти сухофрукты все вылетайка из головы называется так почему яблоко у меня лежит а не стоит как нужно яблоко подогнулось вот можно его немножечко поставить чтобы он держал форму и букет ну ничего они немножечко распределяются на свои места как им хочется и это даже может быть и хорошо вот все равно никуда не денется как говорится лягутся и женятся ну вот таким образом вот эти вот крипсы мне пойдут на помощь в исполнении дырочек лишних которые мне не хочется так а букет будет более пышным объемным так забывая честно название я их знаю но забываю вот так что сейчас добавляю я киви киви это я помню как называется да что киви это киви вот куда только разрезал добавить куда не знаю нацепил на шпажку ну вот даже можно например уплотнять даже с середины иногда можно но главное чтобы остальные не провалились в таком случае вот киви хорошо добавлять они такие кругленькие тоже и большие и красивые по цвету такие изумрудные тоже они хорошо в букетах смотрятся так не кизил кизил это красненький кизил кстати тоже но надо уже покупать кизил тоже у меня был а это только называла уже все ну не наши так сказать фрукты поэтому сложно их запомнить все названия яблоки да груш это мы вспомним кумкват кумкват это уже как бы не наши в моем крае растет в моем крае нет никаких кумкватов честно не видела как они вот эти ну не в сушеном виде только в сушеном виде вот они желтые оранжевые бывают зеленые вот больше никаких а ну красные больше никаких не видела я еще спрашиваю это краситель нет оно типа такой сорт разные сорта их поэтому разные цветы ну так же кизил я ни разу а нет кизил я видела да кизил как-то нам подвозили ягоды вот но сушеным я его много съела килограмм сейчас уже вроде как наелась мне очень нравится кизил такой вкусный кисленький я в общем любитель но опять таки повторюсь то что я стала сухофрукты есть уже после сорока так до сорока не ела ну как тут вообще не привлекали кто не привлекали меня вот сейчас мы подобьем края тут края были открыты специальную пленочку тут поставила чтобы пленочкой ну чтобы бумага у меня не промакивалась не пропитывалась никак никакими сахарами соками и так далее чтобы все у меня в упаковке хорошо вот в край они еще сами фрукты находят свое место встают как им нравится, а я не мешаю им в этом, здесь хотелось бы еще уплотнить любым способом, главное чтоб плотно было и красиво, вот все-таки хочу я кураги добавить, немножко солнышко, хотя я сначала в зеленой гамме выдержать, но потом решила, что давайте солнышко добавим, у меня букет на мой вкус мне сказали делать, конечно он в зеленой гамме стильный будет, но курага она такая полезная, я поэтому не могу ее не использовать, хочу использовать для полезности букета, для повышения пользы букета, а также оранжевый с зеленым, прикольно мне кажется, с метрицем, так и поэтому я смело добавляю в любом случае, если что-то не нравится, всегда можно убрать, поправить, лучше делать, конечно, более полезные букеты, более вкусные, если есть такая возможность, более богатые, большие, разнообразные по составу, не будем в этом случае аскетами, не будем придерживаться каких-то, какого-то минимализма, поворачиваю и добавляю сухофруктов, добавляю сухофруктов на этот бочок, еще правда есть виноград, который я не знаю буду ли я добавлять, сейчас увижу, мне еще открытку добавлять, так, здесь у нас пленочка уже поджимается, они еще, ну как бы я подтыкиваю, да, фрукты и сухофрукты, букет расширяется, пленка-то ему не дается расширяться, немножко сдерживает, в принципе, да, с одной стороны это правильно, иначе он весь в развалочку пойдет в разные стороны, вообще, я считаю, что нужно букет дарить, нужно людей радовать, близких родных, такого мнения, что там, ну, любые букеты, из цветов, из фруктов, из конфет, из снеков и так далее, такого мнения, что букет все равно завянет, я не придерживаюсь, букет, он на то и, как бы сказать, букет, чтобы радовать, а не в сервис класть, да, то есть увидели, порадовались, если это фрукты скушали, там, конфеты, ну, пиво, да, пиво выпили, орешки съели, колбаски съели, пожарили, пиццу и так далее, это и внимание, это и, опять-таки, польза, ну, что в серванты, ну, в серванты, потому что, там, какие-то статуэтки класть, из мыла букета, да, можно поставить, в серванты, опять-таки, делаю я и мыльные букеты, вот, тут уже немножко другое, тут эстетика, больше, мыльные букеты, просто для глаз, в первую очередь, да, делаем, можем поставить, действительно, и наслаждаться красотой, вот, то есть, смотря, какие, так сказать, задачи стоят, можно глаз радовать, можно желудок радовать, и глаз, и желудок, да, вот, скажем так, потому что они же все равно красивые, вот, такие эти букеты, вот, вкусные и красивые, а мыльные, они долго, долгоиграющие, поставила, и они тебя радуют, смотришь, и каждый день радуешься, вот, тут шоколад любит, смотрим, радуемся, кушаем, радуемся, вот, поэтому, задача-то одна, порадовать человека, только разными способами, а уж способ, это уж выбираете вы, да, каким порадовать, так, я все уплотняю, уплотняю, вот, такая вот красота получается, немножко, наверное, вот сейчас еще добавлю с этой стороны, и буду украшать, и потом покажу результат.